Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Trailmakers, и мы продолжаем играть и узнавать об этой игре чуть больше, чем знали в самом начале. И сегодня я посвящу эту серию плаванию, покорению морей и океанов. Это альфа-демо, ребят. Доступ есть не у всех, вы на сайте, ссылочка в описании, можете попросить доступ, но вы сами знаете, там, как выдают такие вот доступы. Так что, ребят, ну, кому повезет, кому нет, так что такое. К игре придираться не стоит, возможно, что-то неправильно работает, возможно, что-то криво работает, поэтому, ну, будем пытаться, но не на 100% получится. Первое, что я бы хотел попробовать, просто смастерить, да, я знаю, что здесь у резины есть водоизмещение, и вот тут вот хотелось бы попробовать сделать два устройства. Блин, прикольно, даже следы остаются, и вот я не вижу, чтобы они исчезали. Блин, классно. Мне так нравится, что здесь следы остаются вообще от транспорта, от нашего человечка. Вот видите, я сколько бегаю, они до сих пор не исчезают. Вот здесь вот начало, вот, и до сих пор не исчезают. Блин, прикольно. Ладно. У резины есть водоизмещение, то есть у них внутри воздух, и тем самым они как бы могут нас поддерживать на весу. Но у нас есть еще вот такое вот колесо, да, то есть, и вот, вот, вот непонятно, оно лучше, чем то, или, или как вот. Видно, что оно как-то даже вот, вот я ничего не делаю, но оно как-то прям изо всех сил прыгало. Давайте попробуем два варианта, наверное, две лодочки сделать, одну с маленькими колесами, другую с большими колесами. И давайте я сначала, наверное, при вас попытаюсь сделать какую-то именно лодку с маленькими колесами, ну, чтобы как-то вы тоже видели, как это все строится. Может быть, я неправильно построю, и каждый сможет написать, как же я плохо строю и сооружаю. Но все-таки давайте попробуем. Так, ну, где-нибудь сначала каркас, ширину, наверное, довольно-таки большую сделаю, но вот этого, я думаю, уже достаточно. Единственное, что я буду использовать только по периметру вот такие вот блоки, потому что к ним можно везде подключить, а к этому вы видели, ну, собственно, как оно подключается. И вот здесь вот, раз, два, три, вот так вот. Здесь давайте сразу берем этот блок и так подключаем, и здесь раз, два, три. Можно еще вот так вот, и вот здесь вот еще вот так вот подключаем. Наверное, давайте еще по одному, да, то есть... Вот здесь вот тоже такой момент. Хочется не переборщить, и хочется, чтобы нормально было. То есть, чтобы и не заваливалось. Может быть, квадрат сделать по-правильному-то, да, то есть... По-правильному, наверное, лучше всего сделать квадрат. Ну, ладно, мы здесь снаружи поставим колеса, а здесь будет внутри. Так, здесь, ладно, давайте еще раз, два, три. И вот здесь вот, ну, вот так вот возьмем. Раз, два, три. Так, потом берем еще одно колесо. Вот, не колесо, а блок такой. И вот так вот его разворачиваем. Шикарно. По-моему, прям получилось прям очень хорошо. Так, здесь мы должны подсоединить, и здесь раз, два, три. Все. Шикарненько. Теперь давайте вот прям вот так вот колесо, и пошло. Раз, ой. Неправильно. Вот так вот, наверное, да. Смотрите, не хочет оно крепиться именно так, как... Ну, ладно. Ну, ну же... Ну, уже я знаю, я знаю, что ты можешь сюда прикрепиться, но... Что ты ломаешься? Вот. Молодец. Так, еще отличненько, но... Издевается, издевается. И черт, вот одна получилась, балочка немножечко неправильно, да? То есть, скорее всего, это из-за того, что нужно назад сместить немножечко. Видите, здесь раз, два, три, четыре, а здесь раз, два, три всего лишь. Наверное, из-за этого, если бы сюда было смещение на одну, то ничего бы не изменилось. Потому что мне нужно, как минимум, еще один блок. Угу. Тогда мы, знаете, вот так вот сделаем. Вот так вот. И вот здесь вот просто вот... Вот так вот перемещаем. И... Готово. Так, давайте я с другой стороны тоже сделаю. Так, готово. И теперь мы спокойно можем колеса поставить вот здесь. Ну, 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 ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот и... И вот здесь то же самое, да? Вот так вот. С этой стороны тоже давайте повторим то же самое. Хотя здесь, на самом деле... Ах ты, смотрите, нет. Она вот зачем-то... Оп, на ту сторону. Вот, зараза. Не все так просто. Давайте я сделаю колеса и верну. Колеса готовы, но нам еще нужно спереди, обязательно спереди поставить. И желательно... Вот, вот опять же я вижу, что неровно получится. И меня это немножко раздражает. Ну, ладно. Мы давайте тогда, раз неровно, то мы пока что так установим. И посмотрим, что из этого получится. Теперь есть такая проблемка. Нам как-то вот этот транспорт каким-то невероятнейшим образом нужно спустить на воду. Давайте его сохраним. И есть два варианта спускания, наверное. Сейчас попробуем. Мы вот так сейчас попытаемся его... Оп, 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 оп. Видите, он поднимается и немножко передвигается. Видите, то есть... Эх, черт. Ну, тогда вот здесь его попытаемся призвать. Пункт. И... Господа, собственно, он плавает. Он плавает, ребят. Да, он... Вот видно то, что я и боялся. Он влево-вправо, болтанка идет, да? Но, смотрите, мы в принципе можем... Забираем. Давайте его забираем. Забираем. Мы можем по бокам колеса... Колеса увеличить, да? То есть по бокам. И тем самым... Почему у меня там две сохранилось? Не знаю. И тем самым как бы обеспечить ему нормальную стойкость. Ох, как собирается прикольно. То есть, допустим, вот здесь вот. Раз. Два. Раз. Так. 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 Вот теперь же столько вопросов сразу возникает. Есть ли здесь водоизмещение? То есть, можно ли построить транспорт с водоизмещением? Есть ли здесь трение об воду? Есть ли здесь... Допустим, если я построю вот здесь спереди какой-нибудь, типа, не знаю, какой-нибудь упор об воду, да? Который вот таким вот образом будет. И то есть, я когда, допустим, на скорости каким-либо образом разгонюсь, то есть, я буду так подпрыгивать, грубо говоря, на волнах. Я, конечно, здесь не вижу. Ну, хотя, в принципе, можно увидеть, что здесь как будто бы есть какое-то движение волн. Ну, по крайней мере, движение волн точно есть. Я не собираюсь ставить здесь какие-то... В общем, давайте попробуем сначала так. Я попробую здесь вот... Не хочу, чтобы двигатели... Ой. Чтобы были обычные двигатели. Тогда придется отключать каждый двигатель. Там не очень удобно. Поэтому мы давайте... Ну, ты серьезно, что ли? Вот установка здесь, конечно, немножечко... Прям в определенные моменты она немножко... Не то, что раздражает, она неудобна. Вот в такие моменты. Вот. Все, два двигателя у нас установлено. Так. Давайте попробуем сдвинуться. У нас, видите... А, то есть я сейчас тупо колесами... Я сейчас реактивными двигателями, по-моему, скребу просто, да? То есть, видите, я не могу сдвинуться. Так, окей. Окей, без проблем. Без проблем. Тогда мы давайте... Ну, приподнимем, значит, да? То есть, в чем проблема-то? Так. Ну вот, теперь... Я... Только я вот сейчас пытаюсь повернуть, но... Ну да, все, ребят. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы... Мы как бы двигаемся, но... Но я не могу управлять. Я вообще совершенно ни влево, ни вправо не могу ничего сделать. Это печально. И... Это... Серьезно. Я вот... Нет, или... Или нет, нет, нет. Очень-очень-очень медленно... Влево-вправо... Хотя, как я могу поворачивать? Мне нужен руль. Мне какой-то нужен руль, либо... Знаете что? Либо... Либо сделать управление двигателями на отдельные кнопки. Вот что-то типа такого. Надо вернуться сейчас обратно. Все очень просто. Я настроил, что правый крайний и левый крайний двигатель, они поворотные. То есть, работают от отдельных клавиш. То есть, собственно говоря, тем самым я могу спокойно, спокойно вертеть нашим маленькой лодочке. И по центру два двигателя. Это которые дают, ну, общую тягу. То есть, как видите, я спокойно могу разгоняться. Притом, ну, нажать вообще на все двигатели и погнать. Но скорость не такая большая, как хотелось бы. И вот здесь это непонятно немножечко... Как бы нам вот типа разогнаться. Давайте попытаемся, ну, вообще развить скорость, да, какую-либо. То есть... И еще один вариант, знаете, какой у меня есть? Если я поставлю сейчас двигатель, хотя бы один или два, получится ли у меня... То есть, получится ли у меня гривсти колесами? Вот как у вас... Как вам такие вот мысли? Не знаю как, но попробуем сейчас, попробуем это сделать. На данный момент включены все колеса. Я ничего не отключал. Давайте попытаемся сначала съехать. То есть, все отлично. И вот, смотрите, я нажимаю вперед. И, как видите, я гребу изо всех сил, ну, грубо говоря. Но скорости никакой нет. Значит, момент гребления... Момента гребления здесь нет. Ух, а можно ли катамаран здесь построить? То есть, здесь есть поворотные блоки, которые... Стопэшенька. Они, то есть... Есть блоки, которые могут крутиться. То есть, буду ли я отталкиваться от... От... От воды. Блин, тут очень много тестов. Наверное, даже в одну серию не влезет. Здесь я еще хочу протестить все-таки увеличение уже скорости. Да, давайте добавим несколько трастеров дополнительных. И посмотрим, получится ли у меня увеличить скорость и на сколько. Так, ребят, конечно-конечно же мы сейчас поставим трастеры. Я сейчас еще буду извращаться. Потому что, интересно, я могу ли погрузиться? Вот у меня вопросы такие, да? То есть, могу ли я уйти немножко, ну, под воду, да? Это раз. Плюс мы сейчас вот так вот поставим трастеры, да? То есть, раз и... Прямо выше именно, да? То есть, почему я их называю трастерами? Ну, реактивные двигатели. Так, или они... Да, они называются трастеры. Так, и вот здесь вот мне интересен один момент. Возьму крыло. Переверну его. И поставлю вот здесь вот сейчас. Так, сейчас бы вот еще как-то оно подсоединилось нам. Вот. По сути, оно должно приподнимать. Есть еще мысль поставить, перевернуть вот этот спойлер вверх ногами. Его поставить получится ли тоже? То есть, подъем. Ну, или еще, допустим, вот такой вот взять блок, да? То есть, можно вот так вот. Его также мы переворачиваем, да? То есть, переворачиваем. Вот. Так вот, берем и устанавливаем здесь. Вот так вот. То есть, видите, тоже такой момент интересный. Можно, кстати, еще взять такой блок и, допустим, установить вот так вот. То есть, он, видите, у меня как будто лодка получается. Конечно, здесь колеса есть, но вроде колеса не должны этому... В общем, ну, такие эксперименты, эксперименты, еще раз эксперименты. Опять же, лево-вправо работает. Так, у меня один блок отвалился просто-напросто. Ну-ка, давайте починка. Вот, все нормально. Пытаемся съехать. Все нормально. Видно, что задняя часть просела. Видите? Прям... Прям в заднюю часть просел. Видно, накореняется, да? То есть... И... Смотрите, весь прикол в чем. То есть, двигатели погрузились немножечко, да? То есть, погрузились. Из-за этого вес... Они не работают. Видите? Они как бы... То есть, мне нужно... Мне теперь как-то нужно... Оу, я тону прям-таки. Оу, погружаюсь прям-таки. Я бы сказал, мне как-то теперь нужно... Развернуться. Серьезно, мне как-то нужно развернуться. Но переднюю часть я не пойму. Приподнимает ли, не приподнимает. Короче, мне нужно как-то объем... Поднять. Но... Но каким образом? И как мне вернуться? Ну, придется по-другому немножко делать. Кстати, вот здесь вот, получается, можно было просто переплыть. Да, то есть, и не париться об этом. Ладно, давайте призовем наше устройство. Я немножечко его подделал, но немного. То есть, я просто увеличил на заднюю часть колеса. Правильно ли это? Наверное, нет. Потому что все-таки, ну, как-то... Это не эстетично выглядит. Но мы, в принципе, можем... Да, то есть, вообще как нефиг делать. Вот так вот вообще сделать, да? То есть, тем самым мы обеспечиваем себя нормальным... Сейчас что-нибудь сломается у меня, как всегда. Но... Так... Ой, подключивает немножко. Я на ту сторону хочу. Оп, спустились. Нормально. Трастеры... Нет, нижние трастеры как-то плохо функционируют. Вот-вот, видите? Качка. То есть, нормально разогнаться не дает. У меня нижние двигатели не сразу срабатывают. И это, конечно, печально. Но факт остается... Ух! Все, мне вот... Мне нужно... Мне нужно... Прям вездеход такой получается. Мне нужно активировать вот эту вот штуковину. Чтобы здесь как раз-таки появляться. Здесь удобно очень. Первая мысль, которая у меня пришла, это добавить немножко поворотных двигателей. Ну, то есть, разнообразить. И я вот сделал, ну, вот, в принципе, вот такой вот поворот. Но этот механизм поворотный, он, по-моему, очень плохо держит вес. Да? То есть, видите? Она болтается такое, ну, типа... Ну, типа, ну, вообще никак. Ну, вот, видите? Я даже газу даю. Он... Так... Ну, сами прекрасно замечаете. По-другому как-то усидит. Не знаю. Может быть, по одному двигателю, то есть, поставите как-то поворот. То есть, ну, может быть, вес просто уменьшить. Попробую. Так, что я сделал? Я просто на колеса приподнял чуть двигателя, поставил на поворотный механизм, поставил самую легкую балочку. И вот теперь, вот, теперь очень интересно. То есть, давя общую тапку, я смогу при этом при всем как-то поворачивать, да? То есть, жопой. Это хорошо. Теперь остается только спустить на воду. Я, как видите, увеличил сзади количество колес. Попробуем сейчас спустить на воду. Так, ребят, на воду-то спустил. Я еще поставил двигатель, который нас толкает чуть-чуть, ну, то есть, видите, да? Но видно, что у нас четыре двигателя, они все-таки под водой наполовину. Это не очень хорошо. Но ничего. Так. Так, вот здесь, конечно, немножко надо бы мне двигатели-то... То есть, в другую сторону. То есть, чтобы направо их нужно поменять кнопками вверх... Местами. Ну, ладно, у нас есть еще дополнительные поворотные двигатели. Я не просто так их поставил. Отлично, мне нравится. Ну, скорость видно, что срабатывает... Вот от волн не срабатывает нижних три двигателя, четыре двигателя. То есть, вес... Подъем вот это, подъем колес, короче, они нас не выталкивают. Это меня немножко раздражает. То есть, получается так, что мне лучше приподнять чисто двигатели, чем добавлять колеса. Так, что ли, получается? Или колеса работают только те, которые именно над водой немножко поднимаются. Вот они как бы работают, да? То есть, у них есть какая-то вот эта вот подъемная тяга. А вот те нижние у них нету. Непонятно. Ну, давайте я все-таки просто подниму сейчас двигатель и попытаемся разогнаться. Так, ребят, отходим от берега. Вот этот двигатель, он вообще очень пригодился. Я так и назову его реактивный катер. Я прям подумал. Так как он у меня полностью на реактивных двигателях, в дальнейшем я буду пытаться сделать катер на винтах. То есть, может быть, гриппсти получится. Либо от воздуха двигаться получится. Как катамаран получится ли сделать. В этой серии не получается сделать все, что хотел. То есть, проверить, есть ли объем воды. То есть, ну, построить с цельным корпусом корабль, который погрузится. И то есть, у него будет объем воды. То есть, внутри не будет воды. Ну, то есть, он сможет плавать. Не представляю, как это реализовать. Но посмотрим, получится ли, как бы, кораблик-то можно, в принципе, сделать. А вот будет ли он пропускать воду. Ну, скорее всего, этого нету, но все-таки. Но здесь, ребят, я настроил двигатели, чтобы они нам нормально поворачивались. И, в принципе, вот единственный только момент, да, то есть, что мы теперь погружаемся. Блин, вот это вот печально, конечно, да. То есть, все как бы отлично, но, как видите, мы просто погружаемся. И катер уходит на дно. И тем самым, как бы, хоть я и крыло спереди поставил, как видите. Тем самым он нас тащит на дно. Но, в принципе, как бы, если добавить колес побольше, да, то мы, в принципе, можем вот как-то, ну, управлять точно можем. И двигаться... Нет, давайте я все-таки попытаюсь еще колес добавить наперед. Я хочу нормально, может быть, крылья поставить еще, может быть, спойлеры вверх ногами прикрепить. Сейчас будем экспериментировать еще. Блин, я бы уваливаюсь из-за того, что вот кабину, типа, затапливает и, как бы, машинка идет, типа, на дно. Попробуем. Конечно, вот, опять же, водоизмещение здесь непонятно. Вот, видите, добавил колеса, но теперь вроде бы, как бы, по крайней мере... Ох ты, крылья я не добавлял, но, по крайней мере, мы можем, типа, управлять, ребята, и это круто. Да, не очень быстро, но ракетный катер на реактивных двигателях готов. Экспериментов еще куча можно проводить, вот прям вот серьезно. Поставить наперед крылья, получится ли приподнимать. Спойлер вверх ногами поставить, и получится ли тоже приподнимать. Но, наверное, у меня скорости не хватает. Я даже, я честно не знаю, как работают крылья, если вот сейчас вот они у меня стоят, и они, как бы, по-моему, вообще не функционируют. Но, по сути-то, я плыву. Да, под водой не работают реактивные двигатели, это факт. То есть нужно как-то так, как-то так делать, чтобы, как бы, чтобы, ну, иметь баланс между скоростью двигателей, которые будут толкать вперед, чтобы транспорт не тонул, и чтобы было, как бы, нормально, в общем-то. То есть здесь, в принципе, я могу, кстати, еще спокойно установить, допустим, двигатели, вот, вот сюда вот, давайте просто вот, сейчас уже просто максимальную скорость попытаемся выдать. Нет, давайте вот сюда вот тогда уж, раз уж здесь ставили, то сюда еще, еще по два двигателя. Все главное, насколько выдержит передок, то есть будет ли он погружаться или нет. Вот вся, вся загвоздка в этом. Так, вот, так вот. Вот, я просто понял, что мне, оказывается, не нужно выбираться на берег, чтобы сделать это. Так, здесь вот просто еще так вот добавим крылья для антуража. Посмотрим еще, заработает ли это. Ну что ж, ух! О-о-о-о-о-о-о-о, вот, вот сейчас мне нравится. Вот сейчас он такой прям вот хороший. Очень хороший, очень хороший, прям-таки, я бы сказал, даже может, может, ребятки, может. Жалко, дальше отдалить нельзя, но круто. То есть поворачиваемость у нас есть. У нас мы спокойно, как видите, поворачиваем, скорость довольно-таки приличная. В принципе, даже если поработать над конструкцией, даже можно еще пару двигателей добавить. Даже не пару, а побольше, потому что конструкция, скорее всего, справится. Видите, у меня передок, ну, он, по крайней мере, не погружается так серьезно. Может быть, еще добавить немножечко? Давайте еще добавим. Это последние два двигателя, которые я смог установить, потому что все уже начинает колбасить. То есть, когда мы летим, ну, как бы, едем, плывем. Когда мы плывем, все нормально. А вот когда мы на месте стоим, машина, ну, транспорт начинает болтать. Видите, жопа начинает просаживаться. То есть, начинается болтанка, особенно, когда вы, ну, стартуете, да. То есть, оно же, как бы, не появляется на месте, да. Вот, видите, даже вот немножко сейчас вот погружаться начало. Но, в принципе, скорость не увеличилась. Вот вся проблема в чем, да. Скорость не очень увеличилась. Видите, вот я на тапку давлю. Ну, 40, да. Вот убрал два двигателя. Ну, 39, 38. Ну, что-то, ребят, такое, да. То есть, не такое большое значение в скоростях, чтобы вот дополнительно два двигателя ставить. На этом я буду заканчивать, потому что тесты можно до бесконечности вести. Надеюсь, вам понравилось. Мне лично очень понравилось. Вообще, просто суть того, что здесь можно плавать. Я прям вот реально в восторге. Прям вот до безумия даже. Смогу ли я здесь развернуться теперь? Блин, нет. Давайте задний ход. Ааа, двигатель тонет. Он не срабатывает на все 100%. Ну, ладно, все-таки он работает. В общем, это будущее за этой игрой. Вот, вот это плавание, это будущее за этой игрой. Потому что в таких конструкторах, ну, по крайней мере, если сравнивать с краб-механиком, я потому что в скраб-механиком, и в BC, потому что я в эти две игры очень много играл, то там плавания не было. Там только были моды с подобием воды, но вот именно плавание и физики воды, ну, как бы и вообще плавания там не было. Здесь же оно есть, и это огромные преимущества перед другими... Это что там? Вот это что там такое? Перед другими играми. Так что всем всего удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok